Сбербанк собирается отказаться от пластиковых карт. Герман Греф объявил, что через 2-3 года клиентов будут узнавать по внешности и голосу. Это удобно, не надо запоминать пароли и коды. И от мошенничества с кредитками... В России планируется создать единую биометрическую систему, которая упростит процесс совершения любых банковских операций. Для этого кредитные организации будут собирать фотографии и образцы голоса всех своих клиентов. По словам Набиулины, прежде всего это удаленная система идентификации. Люди хотят получать услуги вне зависимости от того, где находятся. При этом биометрическая система должна быть единой и государственной, с высоким уровнем защиты. Буду говорить саму суть как есть. 20 декабря Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект о свободно-принудительной регистрации в Антихристовой о единой системе идентификации и аутентификации, сокращенной ЕСИА, с подтверждением биометрических данных в Антихристовой о единой биометрической системе, сокращенной ЕБС, под предлогом введения биометрии в коммерческих банках. На сегодняшний день в ЕСИА зарегистрированы примерно 60 миллионов россиян. Видно, что это недостаточно для слуг Антихриста. Сейчас под удар поставлены все люди, которые имеют деньги в банках, имеют паспорта РФ и ННН с НИЛСы, но по каким-то причинам еще не получили уникальный пожизненный код в ЕСИА. Плюс появляется возможность снимать биометрические образцы разного рода вплоть до ДНК и направлять в ЕБС, единую биометрическую систему. Единая система идентификации и аутентификации ЕСИА, информационная система в Российской Федерации, обеспечивающая санкционированный доступ участников информационного взаимодействия, граждан-заявителей и должностных лиц органов исполнительной власти, к информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных информационных системах. В Википедии говорится, что ЕСИА можно назвать электронным паспортом гражданина РФ. С ее помощью происходит авторизация на сайте госуслуги. Для получения учетной записи ЕСИА необходимо удостоверить свою личность с помощью паспортных данных ННН и СНИЛС. Регистрация в ЕСИА для физического лица позволяет Оформлять через интернет различные документы, например, паспорт, загранпаспорт, записываться к врачу через интернет, ставить ребенка на очередь в детский сад, записывать его в школу, кружки и секции, летние лагеря, узнавать о штрафах и задолженностях по налогам, подавать заявки на оказание различных услуг, к примеру, регистрацию брака, смену фамилии, оплачивать счета за коммунальные услуги, телефон, оформлять пособия и социальный выплат, получать льготы, узнавать о пенсионных накоплениях, проверять свой лицевой счет в пенсионном фонде и другое. Учетные записи в ЕСИА могут быть упрощенными, стандартными и подтвержденными. Чтобы подтвердить аккаунт, необходимо либо лично явиться в МФЦ, либо заказать код подтверждения почтовым письмом, либо иметь электронную подпись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кул czy cũ При регистрации в ЕСИО человек подписывает согласие На формирование уникального пожизненного кода международного образца в ЕСИО А также на обезличивание и изменение самой личности Чтобы не быть голословным о формировании уникального пожизненного кода международного образца в ЕСИО Я предлагаю посмотреть методические рекомендации выдержки по использованию ЕСИО При первом входе пользователя регистрировать его идентификатор пользователя UserID В дальнейшем хранить пользовательский контекст в привязке к этому идентификатору Limit Sound 2 Session Index содержит уникальный идентификатор пользователя, созданный при аутентификации Позиция 42 UserID Числовой идентификатор учетной записи пользователя в системе ЕСИО СНИЛС сохранен для обеспечения совместимости Предоставление персональных данных пользователя Иерархия идентификаторов OID Внутренний идентификатор объекта, в том числе пользователя в ЕСИО Параметры ответа на запросы персональных данных Данные пользователя с идентификатором PRNID Перечень контактов физического лица Сведения Перечень адресов физического лица Сведения Перечень документов физического лица Сведения Перечень организаций, где работал Перечень записей о детях Сведения Перечень документов ребенка Перечень транспортных средств ОИД Внутренний идентификатор пользователя в ЕСИО До аутентификации у системы клиента Отсутствует информация об идентификаторе пользователя Идентификатор субъекта в качестве значения указывается ОИД Этот идентификатор уникален для каждого субъекта, зарегистрированного в ЕСИО Идентификатор субъекта в качестве значения указывается ОИД Этот идентификатор уникален для каждого субъекта, зарегистрированного в ЕСИО И остается неизменным при последующих аутентификациях Ссылка на методические рекомендации по использованию ЕСИО Garant.ru А это руководство для МФЦ о порядке регистрации в ЕСИО Здесь уже более понятно для граждан изложено Напоминается в данном руководстве КПЛ Вот подтверждение личности Те, кто без паспорта РФ и СНИЛСА в скором времени, будут отрезаны от всех господов... А в школах, подобно вводимому с 1 сентября 2018 года в Москве проекту «Московская электронная школа», сокращенно МЭШ, только через вход в эту систему можно будет учиться и сдавать экзамены. То же самое с диспансеризацией и вообще с медобслуживанием. Обратите внимание, как лукаво все делается. Даже самим сотрудникам МФЦ не показано, что с регистрацией в ЕСИА гражданин дает согласие на формирование уникального пожизненного кода международного образца в ЕСИА, о котором говорится только в методических рекомендациях по использованию этой системы, предназначенных для оператора, начиная со страницы 34.8. Система клиент извлекает идентификатор пользователя из маркера идентификации. Если идентификатор получен, а маркер проверен, то система считает пользователя аутентифицированным. Если в версии 2.17 методических рекомендаций этот идентификатор четко указывается как User ID, идентификатор пользователя, то в последней версии все уже более расплывчато. Биометрическая диверсия Госдума сдает банкам личные данные граждан и саму возможность получения госуслуг. 20 декабря 2017 года, пока сотрудники органов госбезопасности праздновали свой корпоративный праздник, а активисты родительских организаций готовились к Новому году, Государственная Дума провела спецоперацию по сдаче населения России банкирам. В повестке дня стоял опаснейший законопроект номер 157 752-7 о создании механизма интерактивной удаленной аутентификации и идентификации клиента кредитной организации. Данный законопроект предписывает обязательную биометрическую идентификацию для всех клиентов банков, то есть всех граждан РФ, которые попытаются оплатить налоги, услуги ЖКХ, зарегистрировать ООО. Биометрические данные россиян будут храниться в единой системе идентификации и аутентификации ECR и при необходимости могут быть использованы для блокировки любой финансовой активности человека, а также для перекрытия ему доступа в госуслугам. Коварство авторов данного законопроекта заключается уже в самом названии инициативы, которая официально именуется «О внесении изменений в федеральный закон о противодействии легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Самое опасное в этом законе пункт 5.6. В единый системе идентификации и аутентификации сведения, необходимые для регистрации вне клиента физического лица и сведения, предусмотренные абзацем 2 под пунктом 1 пункта 1 настоящей статьи, а также в единой информационной системе персональных данных, обеспечивающей сбор, обработку, хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени к соответствию предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, далее единая биометрическая система, его биометрические персональные данные. Порядок размещения и обновления указанных в настоящем пункте сведений, а также состав сведений, необходимых для регистрации клиента физического лица в единой системе идентификации и аутентификации, и состав сведений, размещаемых в единой биометрической системе, устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 27 июля 2006 года номер 149 ФЗ об информации о информационных технологиях и о защите информации. Надзор за соблюдением банками порядка размещения и обновления таких сведений осуществляется Центральным банком Российской Федерации в установленном им порядке. В переводе на человеческий язык это означает, что все клиенты банков, то есть все граждане РФ, кто хоть раз по любому поводу имели дело с любым банком, должны пройти процедуру сбора биометрических персональных данных, то есть фотографирования и возможность сдачи отпечатков пальцев. Данные сведения банк передаст в специально созданную федеральную систему данных из СИА, которые будут подключены как органы власти всех уровней, так и банки. В дальнейшем, если быть точным, через 180 дней после вступления законопроекта в силу, любой орган власти, куда гражданин обратится за госуслугой или банк, сможет идентифицировать гражданина, сверившись с данной базой. На первый взгляд, казалось бы, это очень удобно. Но это только на первый взгляд. На самом деле банк после принятия законопроекта без всей этой биометрии просто откажется вас обслуживать, в том числе принимать платежи за ЖКХ и перечислять зарплату. Несмотря на то, что в федеральном законе 210 прямо прописана возможность получения госуслуг в традиционной, неэлектронной форме. Но это еще не все. В перспективе банк и орган, управляющие ЕСИА, на эту роль претендует Ростелеком, получит неограниченную власть над человеком. Причем сам гражданин не сможет никак повлиять на этот процесс. Согласие гражданина планируется осуществлять только первоначальный ввод информации в систему. Возможность отзыва согласия с последующим удалением личных данных в тексте не предусмотрена. Нет оговорки об информированном согласии и в случаях последующего использования системы, в том числе в целях идентификации. В банкоматах, при консультации с сотрудниками банка, при работе с мобильными банковскими приложениями. Многолетняя практика внедрения электронных технологий, в том числе и с требованием подписать согласие на обработку персональных данных при получении той или иной помощи, выполнение гособязательств, медпомощи в больнице, поликлинике, устройстве ребенка в детсад, в школу, свидетельствует о его добровольно-принудительном характере. Достаточно вспомнить толкование государственных органов под пунктом В пункта первого указа президента РФ от 7 мая 2012 года, номер 601, согласно которому к 2018 году не менее 70% россиян должны использовать ЕСИА. Но это еще не все. Во время рассмотрения данного законопроекта в Думе во втором чтении 15 декабря 2017 года авторы законопроекта пошли на подмену смысла, распространив биометрическую идентификацию не только на банковскую сферу, но и на госуслуги, пенсионное обеспечение, различные виды страхования и другое. Не случайно недавно ряд федеральных СМИ, как бы невзначай, выкинул новость о скорой отмене паспортов и замене их электронной идентификацией на основе биометрии. А ранее о том же самом говорил глава Сбербанка Герман Греф, который еще год назад просто уведомил всех нас о спором отказе от пластиковых карт и переводе Сбербанка на анализ биометрии клиентов. В законопроекте содержатся и другие закладки для злоупотреблений, в частности, вся регламентация, идентификация, включая состав, размещаемых в единой биометрической системе сведений, отдается на откуп правительству и уполномоченному им органу. Аналогичное положение в законопроекте у контингенте обучающихся стало одним из оснований для вета президента. Кстати, по данным СМИ, в странах, в которых биометрическая идентификация изначально была добровольной, в частности, в Индии, она постепенно стала жизненно необходимой для получения государственных услуг и мер социальной поддержки, оплаты налогов, открытия счета в банке и т.д. Ну и, наконец, никуда не девается возможность использования биометрических данных россиян третьими лицами, что прямо угрожает личной и национальной безопасности. В частности, об этом говорил недавно глава Роскомнадзора Александр Жаров, заявивший о необходимости запрета на сбор биометрии у детей вплоть до достижения ими совершеннолетия. Доступ к популярному узору пальцев, термограмме лица, образцам голоса, не говоря уже об элементах ДНК человека, открывает широкий спектр возможностей как для финансовых махинаций, так и для создания избирательного биологического оружия, чем, судя по последним новостям, ныне активно занимаются наши партнеры из Пентагона. В общем, мягко говоря, странно, что такой фундаментальный законопроект, влияющий на жизнь каждого россиянина, принимается в виде поправки к совсем иному закону, касающемуся борьбы с терроризмом. Рассматривать такие новшества без всестороннего народного обсуждения, без полноценного нулевого чтения – это явная диверсия в духе закона о шлепках Павла Крашенинникова. Обкатывать новую, более продвинутую систему идентификации пользователей и создатели решили с банковской сферы. Ключевой элемент новой технологии – создание так называемого биометрического слепка. Он включает два параметра. Пользователи будут распознавать по голосу и лицу. Сначала специально машина отсканирует изображение человека, а затем сделает аудиозапись голоса. Человеку будет предложено, соответственно, подписать согласие на сбор и обработку его биометрических данных, после чего будет проверена его учетная запись на портале государственных услуг. В случае, если таковая у гражданина присутствует, то ему будет предложено сдать биометрию голоса лица. В случае, если учетной записи на портале государственных услуг нет, то прямо в том же самом отделении банка эту запись ему создадут. Самим клиентам создание такого слепка ничего стоит не будет, при этом расширятся их возможности. Нужно убедиться, что реально паспортные данные сообщает тот самый человек, которому паспорт не лежит. Первые банки, которые решатся испытать систему, также будут пользоваться ей бесплатно, правда только до 2020 года. После этого им установят специальный тариф для оплаты. Его определит Центробанк. В море житейском грехов и страстей Наша лодка без компаса и без вестей И не может никто без руля повернуть Рано или поздно придется тонуть И не может никто без руля повернуть Рано или поздно придется тонуть Выгода, деньги, слава и власть Блуд и разврат – это вражья напасть Глобализм, перестройки, народа в стон Это князь преисподник готовит свой трон Глобализм, перестройки, народа в стон Это князь преисподник готовит свой трон Электронный концлагерь, под кожу имплантант Мировой, закулисы, лукавый талант Всем народом земли сатанинский пароль Три шестерки на лоб и тотальный контроль Всем народом земли сатанинский пароль Три шестерки на лоб и тотальный контроль Мировая элита играет в бильярд На земле будет жить золотой миллиард Остальным нужно просто перекрыть кислород И в этом им поможет микрочип и штрих-код Вот родился ребенок, а ему и НН Стал он бездушным, как манекен Электронный билет ему выписан в ад Сатана приглашает всех на маскарад Электронный билет ему выписан в ад Сатана приглашает всех на маскарад Злые ангелы ада идут и там Все летят и бегут за душой по пятам Чтобы хитростью сети своим заманить И как можно больше людей погубить Что же делать скажите и как нам быть Как во тьме и во мраке по курсу доплыть Только Боге спасение истинный свет Надо жизнь изменить, вот и ответ Время пришло нам выбирать Крест или хлеб, жизнь или смерть Крест выбирай, душу спасай Крест выбирай, с ним умирай Братья и сестры, пора нам понять Где правда, где ложь и что выбирать Или царство небесное, райский сад Или вечную муку и страшный ад Я хочу, чтоб ходили мы в Божий храм Чтоб друзья собирались вместе там Чтоб молились Богу Всевышнему Боже, милостью будем негрешному Будем Господа Бога слезно просить Чтобы смог Он нам грешным грехи все просить Чтоб на страшном суде слышать голос Твой Я возьму вас в жизнь вечную, вечный покой Чтоб на страшном суде слышать голос Твой Я возьму вас в жизнь вечную, вечный покой Будем верить, молиться, посты соблюдать В церкви Христовой спасение искать Чтобы чувствовать в сердце вновь и вновь Веру в Бога, надежду и любовь. Господи Боже, помилуй нас И не дай нам испечь фарисейский квас. Помоги не сойти с Твоего пути И до конца свой крест донести. Помоги не сойти с Твоего пути И до конца свой крест донести. Время пришло нам выбирать Крест или хлеб, жизнь или смерть. Крест выбирай, печать зверя отвергай. Крест выбирай, креста Бога не предавай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова